если кто-то из твоих подписчиков будет иметь возможность купить эту машину быстрее меня я очень опечалюсь поэтому я все-таки подпишусь где нужно что нужно сделать чтобы эту ласточку получить девочку конфетку сладенькую что нужно сделать схемы есть какие-нибудь если не схема по ширине вообще отлично вообще здесь место дальше даже больше чем в калину потому что мы с блющами не сталкиваемся когда не дать из тест тест малом месте ты сейчас привозь три дня после оплаты прошло теперь я приехал в платочки такая вся красивая потому что ну праздник же я новую машину забираю приехала забирать свой автомобиль вот смотрите в этот прям выставили уже перед салон привет да спасибо большое удачи на дороге ждем на то спасибо сергей но вы же знаете все про нас про блогер первую тысячу в щадящем режиме как сами вот сидящем режиме расскажите что это такое где-то три с половиной четыре тысячи оборотов без резких ускорений спокойном режиме в принципе заводе обкатку сама машина проходит но на всякий случай это вам у собственнику надо знать что через тысячу нам на нулевое то она будет абсолютно бесплатно посмотрим подвеску я ему скажу новому собственнику когда он передавайте да спасибо спасибо сереж это евгений вот к разговору который был машине на наш минус же нажми надави надави говорю первые 1000 машина обкатку проходит да не трогайте вы автомобиль то надави 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 так ребята а кстати серёж у меня по документам все мне ничего не надо полный комплект документов вот то что мне просто раздавали если у вас кто-то из сотрудников основного просто им показываете я 10 дней без номеров до нарушая все законы физики да там много народу пишет у меня в комментариях что 948 тысяч вообще это же кошмар это ужас каких денег это все стоит ну ребят ну вот таких денег сейчас все стоит то есть это не то что пола там сильно полы или рапид сильно дороже чем другие машины приблизительно той же категории да нет вы посмотрите они сейчас все приблизительно одинаковые стоят место отличается действительно то есть можно взять самый базовый пола по цене весты близкой к топу вот и все у нас многие же считают что наш автопром делает полный аг вот и я знаете как я сейчас понимаю что на самом деле веста не такой уж плохой вариант исходя из ценника просто иномарки стали очень дорого стоит и веста то не дешевая но она уже года прошли на себя более менее нормально зарекомендовала с точки зрения надежности то есть там нельзя сказать что разваливается нет ни в коем случае ну как я смотрюсь великолепная что такое нормально я не поняла я только что почти миллион потратила на это что значит нормально я смотрюсь великолепно я уверена да и снова они впереди дорожная работа в среднем и правом ряду когда они уже все построят то в этой москве когда вы покупаете новую машину я уже знаете вкратце немножко рассказывала об этом видео про то какие сейчас в кризис жульнические истории развиваться но это не совсем жульническая но это такая опасная тема рассказываю сейчас же птс электронный то есть бумажку бумажку на руки вы не получаете то есть что происходит вот вы я приехала сделала так как я говорила в видео что нельзя делать вы на меня-то не смотрите меня во первых я знаю прекрасно как обстоят дела внутри у дилеров я знаю какой дилер потенциально ляжет какой нет и потом меня никто кидать не будет поверьте мне зачем им это надо то есть они знали прекрасно что я покупаю машину под проект там что я буду про нее снимать я собственно начала снимать поэтому я не рискуя отдать дала все до последней копейки всю сцену этой машины в первый же день перед тем какая забирать дальше моими деньгами дилер ее выкупил у volkswagen о представительстве имеется ввиду импортера я для них золотой клиент то есть я вообще они не внесли ни копейки денег на то чтобы выкупить мою машину ее на склад а потом ее реализовывать то есть они просто получили все бабки от меня эти бабки отправили volkswagen и после этого после этого volkswagen уже передает данные в гаи что эта машина выкуплена что было бы у меня если бы я забрала машину забрала все документы и сразу поехала в гаи пока еще дилер не отправил деньги в представительство в гаи стоит отметка что машина принадлежит пока volkswagen rose соответственно ее нельзя переоформлять то есть на ней стоит временные вы временные ограничения на регистрацию и так работает всегда и вот что опасно если дилер ложится то есть вы приехали вам дали какую-то скидку посулили там что-то новые полы сейчас без скидок продаются но потому что это так хватают их не так уж много так вот вы приехали вам посулили какую-то скидку на то что вы сейчас отдадите всю сумму или там две трети стоимости машины и дальше обещают вам что машина будет вот вот в ds будет вот-вот вы машину может даже видите но забирать ее нет смысла потому что вы ее переоформить не можете ну и далее что вы не дай бог за это время в особенности если эта машина под ожидание там допустим месяц-два за это время ложится дилер вы приходите к дилеру у вас даже пускай будет машина но вы ее поставить на учет не сможете поэтому немножко опасно если вы не уверены в жизнеспособности дилерского центра платить всю сумму вперед опять же потому что ну вспомните историю про независимость вспомните историю про дженсор ведь никто не мог тогда предположить что эти гиганты которые существуют по много-много лет у которых огромные дилерские центры и все же думают что это богатейшая организация у которых огромные дилерский центры а эти дилерские центры это могут быть в аренде во-первых даже если они в собственности они заложены перезаложены у большинства у абсолютного большинства организации ну Потому что нужны большие оборотные капиталы Таких же, как я, людей не так уж много Которые приходят и наперед всю сумму машины платят То есть, по сути, здесь дилер сработал как посредник Он ничего не выкупал, он не свой товар мне продал А продал товар, который у него стоял просто на реализации Вот такая вот история То есть, вы когда покупаете новую машину Нужно иметь в голове, что если вы всю сумму отдали Вы можете прийти, потом и обнаружить закрытые ворота у дилера И даже если у вас машина есть на руках Могут возникнуть сложности с тем, чтобы эту машину Потом легализовать полностью, поставить на себя на учет Но это так, это не прям часто случается Дилеры не каждый день ложатся Но пугалки, лучше я вам расскажу, лучше перебдеть, как известно Такие машины, как Volkswagen Polo К сожалению, очень часто встречаются в автосалонах жуликов И чтобы не попасть к этим неуважаемым господам Лучше всего покупать машину через сайт автоспот.ру Сейчас переходите по ссылочке в описании Далее вы выбираете нужный вам автомобиль Нажимаете на кнопочку сниженная цена И понимаете, за что и какую скидку вы получаете После этого вы оставляете заявку Вам перезванивает менеджер Это совершенно бесплатно для вас И далее вы выбираете из предложений автосалонов То, которое будет для вас наиболее выгодным Точно так же там сейчас можно записаться на ТО Автоспот открыл такую опцию Это значит, что вы абсолютно так же можете выбрать Лучшее предложение, где обслужат ваш автомобиль И вы останетесь на гарантии Потому что на автоспоте только дилеры Ссылочка в описании Оператор Евгения, конечно, здесь сейчас Точнее, у меня сейчас есть серьезная фора перед операторами Евгения Потому что у меня нет номеров Простите, в 6 утра встала Не могу есть, хочу, умираю Короче, смотрите Вот по ощущениям я вам честно скажу Это просто та же самая машина Просто та же самая Сейчас не могу никак понять вообще Как мне сделать удобненько себе Просто скажу вам одно Если кто-то из людей ездил на поло Я уверена, что очень много людей ездили Но это очень похожая машина Это просто даже не очень похожая Это та же машина Просто то же самое Может быть какие-то там Даже с учетом этого рулевого Может какие-то, знаете, в тонких материях разница Но вот вы едете Просто абсолютно та же машина Она прикольная сейчас Потому что она новенькая Она приятненькая Она такая сбитенькая Вся неразлученная подвеска То есть вот сейчас кальфую Еду прям супер, все отлично Так, чтобы поменялось топ Ничего не поменялось Не верьте никому То есть любите поло Вы получаете абсолютно тот же поло Просто в другой, более симпатичной обертке С гораздо более современным интерьером Безусловно То есть в нем приятнее сидеть Даже если он такой, как у меня Комплектации Ну что уж Давайте открыто скажем Комплектация нищеброт Единственный топ Это вот этот вот подлокотник И до А, ну и автомат Вот Так, все, я приехала Ждем царя К нему Дорожку беговую монтируют Правильное решение Ну что, ребята В персоне Эрика Давидовича Можно относиться Очень по-разному Но Факт остается фактом А его очень хорошо смотрят Его имя вечно на хайпе Либо на антихайпе То есть по-разному У него Ну то есть это, так скажем Это как Киркоров Огромное количество пишут про него И говорят очень много разного Но тем не менее Он звезда И это мы принимаем Очень интересно Вот вышла новая машина Человек ездит на Роллс-Ройсе У него Он постоянно видит разные тачки И эта новая машина стоит Как пара колесок У него Роллс-Ройса Вот сейчас посмотрим Сможет ли он Как-то разумно оценить эту тачку Или сразу начнется Ааа, фри Фу А что тут это А что пластик Мне кажется Он сможет разумно Ну посмотрим А сейчас достойный ответ Тем двум с половиной человекам Которые написали в комментариях Лиса Ну ты вообще охамела За 50 тысяч рублей Всего скидка Всего 50 тысяч рублей И еще всего На 50 тысяч подарков И мы должны покупать Твою машину С пробегом 500 километров Ну конечно же нет За 500 возьми Смотрите теперь сюда Огромное спасибо Всем тем Кто отозвался Ну потому что люди понимают Что это реально Выгодное предложение Я сделаю как Вот сейчас я пока Не отвечала на эти письма Вот это все Это письма людей Которые Предлагают Купить эту машину У меня Хотят ее купить Просто видите Их бесконечное количество Я пока никому Ничего не отвечала Потому что мы пока В процессе съемки У меня вообще не до этого Я выходные сяду Я начну просто вот С первого человека Который написал Вот самый первый И дальше Вверх-вверх-вверх Вот кто Захочет купить Ну я думаю Что на самом деле Самый первый захочет купить Тот и купит Так что Спасибо За вашу отличную реакцию Я вообще Не знала Что столько людей Напишут Ну не знаю Две-три сотни человек Написали точно Ну Вот Что вы от меня хотите Услышать Я знала Что будет вопрос Что вы от меня хотите Я видел Жигули Жигули стоит миллион рублей Это жопа Что за жигули Замели в весле Весна Спорно не стоит А Веста спорт Это другое дело Но подожди Веста спорт Это на самом деле Такое чисто имиджевый продукт А который Какой продукт Я тебе говорю Что я его увидел Да я Я увидел Он стоит на миллион Или миллион сто Это бред Я покатался на такой машине Так Ну не на такой А та Которая была перед ней Она была прикольной Ну как бы Я понял Что за миллион рублей Типа если покупать Чего-то Так Вот про прикольный Интересный Ну вот это Посвежее выглядит Чем тот Который На котором я катался Ну как бы просто То есть ты считаешь Что эта машина Посимпатичнее Ну да Вот углы Мне вот эти Знаете Есть два типа людей Есть Есть Синтетики Есть органики Органики Это те Которые любят Природные формы Мягкие Гладкие Вот мерседес Да вот есть люди Которые садятся Мерседес Да в салон И говорит о космос Все Вообще Вот я люблю Эту машину Вот эти формы Гладкие Плавные Вот эти Пузатенькие Вот это органики А есть Синтетики Синтетики Это те Которые любят Резкие Агрессивные Такие Синтетические Формы Понимаешь И вот кто-то Воспринимает Одно Ему нравится А кто-то Воспринимает Другое Это не значит Что одно лучше Другое хуже И мне нравится Я синтетик Мне нравится Что добавлены Вот эти Острые углы Так Я так понимаю Вот здесь Все то же самое Потому что Ручки те же Двери плюс-минус Те же Нет Очень похоже Да Ну Я не думаю Что это принципиально Какой-то другой Кузов Там можно детально Посмотреть Сравнить Да кузов Кузов не принципиально Вот такие штуки Мне кажется На том Котором я катался Были Я могу ошибаться Ну Мордочка Прикольная Кстати На Весту Похож Да Ты слышишь Я говорю Это какая-то Блогерская болезнь Всем блогерам Кажется Что на Весту Похожа Не-не Ну Есть Форма Фар Не-не Форма Фар Просто Ну Тут Что Мпи 1.6 Все Молодцы Блядь Отлично Ух Блядь Всех порвем Сука Мне просто очень интересно было Вот именно вот это Я прям ждала Вот этой бомбежки Смотри Давай так Я короче на своем Сейчас вот отсюда Стартанусь Здесь никого нету Просто хотя бы 50 метров И ты на этом Кто быстрее Окей 50 метров Кто быстрее преодолеет Это же электрокар Да Это электрокар Ну Крутящий момент на старте Прям зачем Это хрен С трамвайной ручки Сравнивать Все Ну Поэтому Как бы Закрывай Что тут смотреть Знаешь меня убивает Люди На Тесле Стартану рядом с этим Люди 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 открывают Смотрят Как бы Что вы тут хотите понять Слушай Ну люди просят Обычные люди Которые смотрят Окей Не твои видео Наверное А мои Потому что твои видео Смотрят люди Какые такие пацанчики Которые любят смотреть Про дорогие машины Наверное Да Я не знаю Твою аудиторию Мои просто люди смотрят Просто люди Которые реально покупают Это поло Ага То есть выглядит это так Какой это Семенович Семенович такой думает Так возьму себе в такси Фольчваген поло Так что у нас Так генератор видно Нормально На дачу залезу Так Жидкость Так нормально Так аккумулятор Блять Все доступно Все удобно Отлично Я здесь все вижу Все масляный фильтр Подлезу 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 Да Именно так Понимаешь Именно так люди покупают Не ролс-ройсы Понял Понял Вот Понял Молодцы Этот человек У меня чему-то научился Молодцы Вот Ну внешне Слушай Это нужно Если она на гарантии Не погоди Во-первых Чтобы гарантии Чтобы не собачиться с дилером Гарантии нужно поддерживать Либо с дилером Я рекомендую Всегда собачиться Дилер должен бояться У них и кота должна быть Когда у тебя к то Время подходит Чтобы они знали Все сейчас придет наш клиент Пусть он даже чуть-чуть заплатил Немного Но мы должны его прям Всего прям облезать Понимаешь Они должны бояться Я с тобой полностью согласна Вот если бы я Вольксваген Поло купил Вы бы меня охуели Я с тобой полностью согласна Но есть люди Которые обслуживают Вольксваген Поло В гараже Понимаешь Есть такие люди Это наверное Для себя удивительно Но они есть Слушай Она знаешь что пахнет Она пахнет Понюхай Булочкой Которую я утром купила Нет Чем пахнет Машина недорогой Недорогой машины Есть такой специфический запад Ты когда не покупала 99-ку новую Или Жигули новую Жигули никогда новую не покупала Нет конечно У меня денег не было на новой Жигули Когда Жигули еще я покупала Ты понимаешь Чтобы рассказывать Про высшую математику Нужно знать Хотя бы 2 плюс 2 Чтобы рассказывать Про бюджетные машины Ты просто обязана Купить себе Жигули Новую Вот завтра Через неделю Сейчас Веста обновится И куплю Веста Купи себе Вот Для того чтобы на одном языке Разговаривать с людьми Которые ездят на бюджетных машинах Так Нужно сука Это все пережить Нужно пережить Вот эту зиму На заднем приводе На Жигулях Без системы АБС Ну сейчас нет уже таких Жигулей Почему? Ну о чем ты Ты о классике что ли? Ну какой нибудь Ну нет уже классики Все значит найти Найти надо Как саму свежую Такое у меня было Но просто оно было не новым Потому что у меня не было денег Он уже не день поездить Нужно неделю Представляешь Лиса рулит прям Целую неделю на Жигулях А? Прям со всей херней прям Прям чтобы багажник по 20 раз Сука закрывать Прям материть в Автоваз Каждый раз прям Понимаешь? Ну вот прям вот эти моменты А здесь что? Ну Автоваз сейчас это мне выпускает Понимаешь? Когда его было за что материть Сейчас там Давай конкретные вопросы Если бы я выбирал себе машину Если бы у меня был миллион рублей Да Я бы это купил 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 Сто процентов купил Потому что я и на той катался На том полу Он мне тоже понравился Я бы его купил А чем он тебе понравился? Нормально едет? Приятно, да? Он приятно едет Он достаточно мягенький Я понимаю, что он бюджетный Я понимаю, что он относительно надежный Он мне понравился по качеству сборки Реально Вот я еще катался на Океа И на Хёнде Тоже вроде неплохие На Рива, на Солярисе Да, по-моему Я не буду играть По-моему Но мне почему-то вот немцы Вот ты знаешь У них строгость У них вот Вот если воздухозаборник Вот сделан Вот тут нет никаких левых зазоров Понимаешь? Вот оно все четко Вот какая-то четкость такая А там есть, да? А там вот какие-то вот мелкие такие Тут какая-то погрешность Я не обращала внимания А здесь вот оно все такое просто четкое И не вызывает никаких у меня там вопросов Вот я на том полу покатался Мне понравилось Я из всех машин Вот то, что там до миллиона рублей Я вот такую выбрал тогда Слушай, я очень сильно удивлена тому, что ты говоришь Я честно говоря думала, что будет такая бомбежка А, вот здесь говно А, тут говно Смотри, смотри Я же понимаю, что она стоит миллион рублей На М6 вчера узнавали Коробка стоит 790 тысяч А ты ее купил, ты что будешь делать? Потом продашь? Продам и все А что с ней делать-то можно? Это же ты не М6 Так зачем было покупать ее? Чтобы ее снять Я ее снял? Что, нельзя подождать три недели Снять, потом взять машину и снять ее? Конечно Я надо купить Кто из нас богатый, да? Я не покупаю машину Серьезно Я ее продам на 50 тысяч дешевле Подписчику он будет благодарен Да? Конечно Всем хорошо Я сняла материал Он получил машину на полтинник Я люблю своих зрителей Ладно, вот смотри Вот что касается там качества сборки О, кстати, ты знаешь, у нее как на М6 открывается? Ты на М6 видел, как багажник открывается? Так же Возьмите, найдите видео, как на БМА М6 открывается багажник Он так же открывается там значок БМА вот такой Ну много где так открывается багажник, на самом деле Видишь, вот есть какие-то косяки такие странные, да? Это косяк или не косяк? Ну, хотя с другой стороны, слушай, за миллион рублей Даже если у меня топор в капоте торчал, я бы все равно ездил Если мне надо было Смотри, это, ну я считаю, что это не косяк, но это так неаккуратненько Вот, например, мои эстетические чувства, это немножко напрягает Мне не нравится, когда вот здесь вот ходит вот такая вот штуковина Это вообще что? Это кусок бампера, что ли? Да, да, да Ну, короче, просто знайте, ребят, что вот здесь вот это так Вот она, новая машина, никто ничего не делал, не подготавливал, не бил, не красил Вот оно вот так вот Что тут смотреть машины, машины? Знаешь, на самом деле, за много лет, за много лет Вот сколько это получается? Миллион Это чуть меньше, это чуть, это сколько? Это получается 12-13 тысяч долларов она стоит Ну, теперь, да За 13 тысяч долларов новая машина, которая может проехать 300 тысяч, да? Ты говоришь, сколько они ездят? Да это супер А раньше, помнишь, столько машин не было, ну реально Так, вот, заметь, ассортимент машин и стоимость их уменьшилась Сейчас можно какую-нибудь Audi A8, там, бушную взять за 200 тысяч рублей Ну, там, всякие там Ну, совсем дрова Да Дрова, но их много Люди покупают, там, катаются и так далее А раньше нельзя было так 12 тысяч долларов Слушай, я вот тебе скажу Вы знаешь, почему я стараюсь не тестировать бюджетные машины? Про них рассказывать нечего Ну, мне неинтересно Ну, я просто вот Ну, это тебе неинтересно Ты пойми, что некоторые люди живут этими машинами Они предел их мечтаний Я когда сказала, что я эту машину продам за 900 Просто первому написавшему мне подписчику Да У меня завалили, у меня человек 200, 300, 1000 Не знаю, сколько у меня Бесконечное количество имейлов на почте Людей, которые хотят купить эту машину за 900 Она предел их мечтаний Ты просто даже не понимаешь Вообще, там, люди пишут Лена, умоляю, пожалуйста, возьми меня Прими меня в эту очередь, пожалуйста Вот люди вот так относятся к этой машине И мне будет кайфово Да, я потеряю полтинник Да и хер с ним Мне будет кайфово вручить человеку эту тачку Возьми, сними обшивку вот эту Вот эту, сними вот эту карту Отвези ее на экспертизу Это мы следующее сделаем Взять пластик, отвези на экспертизу Я хочу подразобрать ее Подразобрать реально по салону И показать, как она сделана внутренне Насколько это качественно Они в шокологии собираются? Вот это я хочу сделать Ты думаешь, большое отличие от прежнего? Да вообще интересно, понимаешь, как они собираются Насколько это рукожопая или нет? Например, мне сейчас не очень удобно садиться Но вот там вот, если заглянешь под порог Он очень неаккуратно облит антикором Я отсюда вижу Знаешь, вот как будто вот так вот просто кто-то делал Послушай, у нас такие дороги, что правильно сделали Вот, и я в первом видео говорю о том, что Единственное, чем это может вас напрягать Тем, что если вам нравится становиться ко мне сбоком У вас в своей машине, тогда вы будете это видеть А глобально это не проблема Вот, и ты говоришь, а что, что людям Вон, видишь? Ты говоришь, а что людям Рассказать и показать, что людям интересно Об этой машине Я тебе так скажу, все Потому что люди, во-первых, пока не видели ее Потому что еще даже не было официальных там релизов Ну, вот смотрите, что это скажу Ну да, типа не очень там Ну неаккуратно покрашена Неаккуратно облицена Ну давай объективно Что, она быстрее гнить будет? Нет, так в том-то все и дело Вот Антоша Воротников, друг твой любимый Да, да Он как раз таки сказал, что Ё-моё, смотри, как плохо сделано Я посмотрела, говорю, ну, ребят, это облито просто сильно Это как бы же хорошо Антоша Воротников любит кнопочки в салоне Очень прямо Он как бы такой чувак Он Алькантару любит Он Алькантару любит, он педант Ему хочется, чтобы все было четко Он посмотрел такой Так, непорядок, блядь, кто так А с другой стороны, это снизу, понимаешь? Вот насрать вообще, что там Главное, чтобы она вот те 300 ходила, которые ты говоришь И не ломалась, согласна? Вот абсолютно И она не факт, что она сгниет или не сгниет Просто они, видимо, новый конвейер сделали Ну, реально И они сейчас это все поправят Сейчас полгода пройдет И вот этого не будет Конвейер у них тот же Нет, я имею в виду, они сейчас точно это поправят, 100% Сейчас полгода пройдет И все Да, они прямо сейчас это поправят, потому что и я, и Антон Воротников это в видео своих показали И глава пресс-службы мне уже позвонил, сказал, что мы там сейчас Вот как у вас удобно, да? Вы с Антоном Воротниковым что-то сказали, у вас поменяли Я, блядь, Бентли с Мэрсами Ору, ору, ору по 10 лет, сука, они не реагируют вообще Может займетесь нормальными машинами, а? У вас слушают будут Слушай, не вопрос Тебя не слушают, потому что ты Потому что ты, это ты А вот, собственно, я просто с пресс-службами работаю Но ты же знаешь Лена, в чем дело? Если кто-то из твоих подписчиков Будет иметь возможность купить эту машину быстрее меня Я очень опечалюсь Поэтому я все-таки подпишусь Где нужно, что нужно сделать, чтобы эту ласточку получить Эту девочку, конфетку эту сладенькую Что нужно сделать? Давай пообщем Я думала Схемы есть какие-нибудь? Есть какие-нибудь схемы, чтобы я выиграл? Я по секунду думала, что ты серьезно А? Ты реально, тебе как снослить или нет? Я, смотри, смотри Я потому, что у нас комплекция разная А мне очень важно людям Давайте... Я тебе вообще без шуток Вот все, кто Большие, огромные чуваки просто Можно я рожей поторгую? Все, кто Большие ребята Вообще, я комфортно сижу У меня реально ноги вот лежат Я могу так два... Я могу до Владика доехать на ней Я гарантирую А по ширине? По ширине вообще отлично Вообще То есть Здесь места дальше Даже больше, чем в Калином Потому что мы с тобой ключами не сталкиваемся А в Калином они... Да, тесно 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 Мало места Ты сейчас ври уже Хороший... Водить Причем, послушай, я... Ты заметь... Во-первых... Во-первых, вот со мной мама, например, не очень любит ездить Потому что быстро, иногда бывает опасно, значит Поэтому мы с тобой в рамках парковки, чтобы я себя вел нормально Ты мама двоих замечательных детей Я себя веду культурно Видишь, ну как бы... Во-первых, мы мягко очень едем Очень ласково Мне очень нравится руль Знаешь, руль полегче, чем в Калином Там надо, знаешь, крутить вот так вот эту баранку огромную Ну, сама знаешь, езду Ты только говори, когда ты врешь, а как? Я тебе реально... Посмотри, ну ведь легкая Посмотри, ну ведь просто очень легкая девочка Мы же можем здесь шухер устроить? Или мы потом машину не продадим? Мы можем, мы можем Я думаю, что ничего нет Они нам снимать не разрешили Зато подрифтить они нам может разрешат Да нет, шучу Просто так катаюсь в кайф Так, все, я собрался, Лен Готов на самые глубокие вопросы Отвечать по тесту этого прекрасного автомобиля Ты можешь серьезно сказать Я сидеть удобно или нет? Очень Клянусь Клянусь просто Сейчас ты не врешь Я буду Очень Но я тебе говорю, послушай Я даже... Ты понимаешь, что тут настолько комфортно Что, в принципе, я парень, ты здоровый Я могу здороваться с людьми через заднее окно Типа, здорово, братан Понимаешь? Ой, я обещу, так говорю Очень удобно А теперь вот давай попробуй Это Да, вот так вот одним движением не получится Ну нет, почему? Нормально? Нормально? Нормально Очень удобно Очень хорошо И ты знаешь, что здесь комфортно? Вот в Роллс я так не делаю Рука вот так висит Знаешь, вот так четко сделано Под таксистов вообще Я понял, почему таксисты эти тачки любят Рука удобно висит Особенно, если у тебя здесь какая-нибудь Ну, цепочка висит Такая, ну, какая-нибудь золотая А? Четки Четки О, с четками ездить Вообще кайф Цепочка у тебя, если ты таксисты Золотой не висит Вот там Прошу Нет Извольте Ты видела где-нибудь, чтобы я такой культурный вообще был Я не знаю Только в твоем тест-драйве Вообще просто Пытаюсь произвести хорошее впечатление о себе Так, дальше Смотри Вот, ну, по парковке ездим, конечно, плохо Ну, все Я могу выехать Ну, если ты разрешишь, я могу выехать Ну, штрафы все твои Мне вопрос Она без номеров, пожалуйста Давай, все, поехали Король, вот смотри Ты нажимаешь на педаль Да, да Отставь себе, что ты Ай Тихо, спокойно Ух, он испугался тоже Ха-ха, давай, говори Смотри, мы его обойдем как Вау Так, ну, что Я нажимаю спорт И в этот момент Давай серьезно людям рассказывай Я тебе А то я не понимаю Когда ты стебешься над этой машиной А когда ты говоришь Сстебаться над фольксвагеном пола опасно Знаешь, почему? Знаешь, сколько работяг Работяг серьезных ездит на этих машинах Можно получать Одно нелепое слово, блядь Бесбольной битой по башке Получить можно Обстально кочерговью Да, поэтому Нахер мне проблемы нужны Ни одного грубого слова Вот, поэтому смотри Вот, представь себе Вот ты выехала из дома Да Ты едешь в пробке Где-нибудь В... А карточка у нас, да? Да Мы платили или нет? Я не знаю Нет, мы не платили Меня с ним не выпустят сейчас Ты думаешь? Ну, конечно Мы совершим поступление так Сейчас, кстати, вот спорт режим на полу надо проверять Вот именно так, как я сейчас делал Кого? На коробке Спорт режим Нет, смотри Тут не в этом дело Дело в том, смотри Все по башке получим точно Господи, какой кошел Пацаны, расходимся Какой кошел Красный, Эрик, красный Красный Это не нам, это туда Красный везде Нет, это не нам Нет, нет Там стрелочка Просто первый раз вы проедете Чувствуешь, как? Женька, закрой, пожалуйста Так, кондиционер Кондиционер Скажи мне Вот ты Хорошо идет, да? Допустим Ты папашка Ты выехал Из дома Вот ты давишь на гашерку Ты едешь просто по городу Да Тебе Достаточно мощности Этого чудесного Силового агрегата Спокойно, спокойно Чуть боишься Да, не бойся Не бойся, чувак Не бойся Нет, давай начнем с того Достаточно тебе тормозов Да, тормоза хорошие вообще Тормоза хорошие Давайте меня опустите быстрее Тормоза хорошие Газ хороший Мне что-то не хватает Сейчас я бы уже прострельнул бы туда Вот, то есть вот Смотри То есть ты Не, ну ты учитываешь, что за нами Volkswagen Там еще этот Tiguan Или как его там Терриган Как он там Терриган Да, он бонится за нами Потому что мы его потрезали Что, серьезно? Ну конечно Проверка Мягко заметила? Давай, ты еще брод на Камри Быстро двигайся Подвеску ты тоже считаешь Топовая вообще Смотри, лежачий Газ в полу держу Идеально Вообще Ну вот хорошо Сейчас будет резкий поворот Держится Ты знаешь? Держится, блядь, как кошка Ну не как кошка Но более-менее сносно Правильно? Согласись? Ну мы свалить сможем Ну то есть Нас Volkswagen пока догнать не может То есть ты от тарапорта уже ушел, да? Ну да У него мотор-то посерьезнее? Мерседес Вали отсюда Мне нравится Серьезно? Я не шучу Смотри, вот это тяжелый полицейский Хорош Просто прям При этом Вот смотри Как она в поворот-то зашла Прям как крошечка такая В общем Хороша была, согласись Серьезно, моя копейка Я вообще уничтожу Просто Съем просто Пацаны Пацаны, привет Что за мотор? Мотор, мотор какой у вас? А, инжи, лидер Гас Гас Гас? Да, гас Питси Ммм Ты любишь Москву? Да Аааа Ааа 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 Аааа 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 Смотри, 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 смотри У него номера 125 Владивосток, привет Что, смотри, он это сделать не смог Настрою в машине Что, как ты думаешь, пройдем, не пройдем? У тебя дети Смотри, с запасом С запасом Смотри, как мужик на Амайбухе такой Ааааа 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 Аааа Аааа Прикинь, если бы я на Ролси ехал И за рядом подлетела пола такая На тормозах Я бы тоже обосрался От страха или от счастья? Я бы от страха Сейчас ты хочешь зарубиться вот с этим мужчиной, что бы? Опять иностранец, что ли? Как мы? Неплохо выглядим? Да? Спасибо Мужик на Амайбухе визал, он обиженный уехал Да? А? Понял, понял Сейчас нормально, мы траекторию пройдем Смотри, хорошо Держись И вот эту Нормально Я тебе говорю, на парковке я нормально себя вел Не надо было уезжать Так, что еще про нее надо рассказать? Да вообще, все Ты просто исчерпывающую информацию дал Она рулится, она пустая Она бомбезная вообще Она прекрасная В торможении А что еще нужно для счастливого таксиста Либо отца спокойного семейства? Интересно, у нас сперли дорогостоящий твой самокат? Нет, надеюсь Смотри, он стоит И ведь это удивительно Ты влюблен? Погорячился я с розом Продать один кулинар, 20 пола Вся парковка, вся парковка Ты выходишь, выбираешь красный, желтый, зеленый Разные цвета, да? Серебристый А можно вот эту розочку сделать? Знаешь, я люблю Да, это прозрачная, а внутри такая розочка Это же мое вообще-то, что это? Супер И можно я вот еще тебе повишу вот сюда четкие? Да Вот они вот здесь будут висеть И они так будут качаться, качаться Когда ты стоишь на светофоре Музыку слушаешь, вот так вот делаешь И они качаются Классно, да? А им в ленту, посмотри, какая Вы когда сейчас поедете Вы в Volkswagen не попадетесь только Я на черепы Капец отношения с Volkswagen Давно такого со мной не бывало Как видите, даже владельцы Роллс-ройсов в восторге от пола Просто в восторге И чувствуется мне, что мне надо сейчас очень быстренько собраться И валить отсюда Быстро валить, ребята Потому что Есть у меня такое ощущение Что еще буквально Несколько минут И он влюбится в эту машину настолько Что просто отнимет ее у меня И она не достанется Одному из моих любимых Дорогих Самых лучших на свете Подписчиков Субтитры создавал DimaTorzok